Наталья Алексеевна, здравствуйте. Можете ли вы подвести промежуточные итоги 2016 года, чего смогло добиться агентство по туризму Сахалинской области? Здравствуйте. Во-первых, в 2016 году нам удалось, наконец, открыть Сахалинский туристко-информационный центр. Идея открытия Сахалинского туристко-информационного центра витала с 2011 года, и только в 2016 году при слаженной работе команды агентства по туризму и поддержке правительства Сахалинской области мы этот центр открыли. Основными задачами Туристко-информационного центра, конечно, являются в первую очередь это продвижение туристского продукта Сахалинской области, информирование туристов о туристском потенциале Сахалинской области и, конечно, формирование новых конкурентоспособных туристских продуктов. Мы очень надеемся на наш туристко-информационный центр. Он уже приступил к работе. В ближайшие недели в зале прилета в аэропорте города Южно-Сахалинска появится стойка туристко-информационного центра. В начале следующего года мы планируем открыть офис в черте города, туристко-информационный центр, именно офис для туристов. Вот таким образом будет развиваться туристко-информационный центр. Кроме этого, агентство по туризму Сахалинской области в 2016 году приняло участие в пяти выставках. Это две московские туристические выставки, одна Владивостокская, выставка Джата в Японии и китайская выставка туристическая в Шанхае. Помимо этого, в дополнение к выставкам мы организовали совместно с компанией Битума приезд японских туроператоров на Сахалин. Это тоже очень хорошее начинание, потому что данный рекламный тур для японских туроператоров сразу вывел все замечания к туристскому продукту. И мы совместно с японскими туроператорами обыграли вообще, каким должен быть туристский продукт для японского туриста. По договоренности с японскими туроператорами в июне следующего года уже состоятся групповые заезды японских туристов сюда, на Сахалин. Принимающей компанией, как я уже сказала, будет компанией Битума, которая оказывает услуги в сфере въездного и внутреннего туризма. Далее, в этом году у нас появилось на 4 туроператора больше. Это очень хорошо. Мы работали с большинством из этих туроператоров. И, собственно говоря, это очень хороший показатель, что они внесены в реестр туроператоров Российской Федерации. И расскажите, пожалуйста, о мерах, разрабатываемых для формирования позитивного имиджа и узнаваемости туристической отрасли в Сахалинской области. — Хороший очень вопрос, и важный вопрос. Потому что я всегда, знаете, спрашивала себя, ага, а почему так мало туристов знает о Сахалине? Вопрос, на самом деле, такой и сложный, и интересный. Но вот хорошо, ведь очень много выходит передач о Сахалине, очень много статей о Сахалине. А что дальше? А дальше турист, который находится в Москве, он забивает в том же Яндексе или в Гугле, да, «Сахалин, тур на Сахалин». Залезает на Сахалин, залезает на сайты местных компаний туроператоров и проваливается тем, что, во-первых, нет онлайн-бронирования. Вот вроде элементарная вещь, элементарный инструмент, а его нет. И все. И вот на этом, по сути дела, тогда что турист делает? Ага, ему нужно самому забронировать перелет, а он даже не знает, что есть аэропорт в городе Южно-Сахалинский. То есть он просто не знает этого, да, допустим, какой-нибудь москвич, что ему самому нужно протестить, посмотреть отзывы по всем гостиницам. Вот для того, чтобы этого не было, чтобы создать абсолютно правильный, удобный путь от туриста, будь то москвича или туриста с Дальнего Востока, или откуда-нибудь из Санкт-Петербурга, действительно должна быть создана понятная структура продаж, понятная цепочка продаж. Для этого в начале следующего года мы приступаем к производству туристского портала Сахалинской области. Скорее всего, будет он назван «Гоу Сахалин», будет располагаться на домене «гоусахалин.инфо». И задача этого портала – это, по сути дела, сделать ревизию и выложить все то хорошее, весь тот хороший туристский продукт, выложить грамотно, удобно, который есть в Сахалинской области. Для чего? Для того, чтобы туристу достаточно было просто войти на этот туристический портал и выбрать сразу, действительно, тремя кликами то, что ему интересно. И выбрать, и в три клика забронировать. Вот для этого создается туристский портал. А, конечно, в обязательном порядке здесь будут всякие туристские тропы маршрута, потому что в Сахалине, в Сахалинской области, огромное количество троп маршрутов. Они достаточно интересны, разного уровня сложности. И, конечно, это тоже будет представлено. Вот представлены наши пляжи, чтобы, ну, если турист приехал, да, и захотел самостоятельно съездить на пляж, чтобы он понимал, как это сделать. Вот такая слоистая структура, да, что, во-первых, там погода на Сахалине, гостиничные комплексы на Сахалине, где можно разместиться. И это не в сухом порядке, а именно на карте с возможностью бронирования, с описанием, с отзывами обязательно, да, потому что, видите, к чему ведут действительно грамотные отзывы? К тому, что повышается качество обслуживания, поэтому обязательно должен быть какой-нибудь рейтинг, да, онлайн-рейтинг того или иного средства размещения, да, той или иной экскурсии. Почему? Ну, чтобы действительно двигалось. И вот этот портал, который будет создан, он действительно будет являться основным инструментом продвижения. То есть уже тогда понятно, как продвигать туристический продукт. Кроме этого, вот, конечно, вот, как я уже сказала, выставки, да, то есть в обязательном порядке агентство по туризму организует участие туроператоров Сахалинской области в нескольких выставках, потому что это дает о себе результат. Обязательно средства массовой информации и, конечно, обязательно формирование нового конкурентоспособного туристского продукта. Потому что есть действительно, мы просаживаемся, то есть есть представленный туристский продукт, иногда он дорогой, иногда недорогой, а есть действительно те места, которые могут быть вовлечены в туристский продукт, но этого не происходит. Поэтому создание конкурентоспособного туристского продукта – это тоже одна из задач продвижения. Так, а к следующему вопросу, собственно, по статистике. Какие данные по статистике можно привести по посещению Сахалинской области, ну, в 2015-м, будем говорить, году? И каким образом вы планируете увеличивать показатели? В 2015-м году Сахалинская область посетила около 165 тысяч туристов, это по внутреннему въездному туризму. Пока не могу привести данные по 2016-му году, они появятся чуть позже, уже в 2017-м году. Сейчас смело можно сказать, что у нас очень хорошие результаты по круизам, потому что если в 2015-м году 10 тысяч круизных туристов было обслужено, то в 2016-м – это порядка 16,5 тысяч. То есть 65% мы получили прирост обслуженных туристов по круизам. Это хороший результат. Каким образом увеличивать? Конечно, ряд мероприятий, причем мероприятий, которые должны работать как единое целое. Во-первых, это, конечно, строительство дополнительного туристско-рекреационного комплекса, это то, о чем мы с вами говорили, чтобы действительно не только горный воздух был таким местом притяжения. Вот такие места притяжения, они должны быть по всей Сахалинской области. Это первое. Второе – это продвижение. Третье – это формирование позитивно и меньше. Вот все вот эти факторы, они должны привести к увеличению туристского потока. Но есть очень-очень такой важный фактор. Дело в том, что если не наладить работу таким образом, что все организации, которые предоставляют свои услуги в сфере туризма, авиакомпании, организации, которые предоставляют морское сообщение, муниципалитеты, если это все не будет работать как единое целое для достижения целей и увеличения, для достижения цели увеличения туристского продукта, ничего не получится. То есть одна из главных задач – это действительно сделать так, чтобы вот это все заработало как единое целое, как действительно частички единого механизма. Вот тогда это будет возможно. Вообще задача, поставленная губернатором Олегом Николаевичем Кожемяковым перед агентством по туризму Сахалинской области, это в ближайшие годы нарастить поток по внутреннему въездному туризму до 600 тысяч человек в год, то есть практически в 4 раза за несколько лет. Поэтому все мероприятия, которые мы проводим, они нацелены на это. Еще раз повторюсь, то есть в обязательном порядке нам нужно обеспечить работу всех организаций, вовлеченных в данную задачу, в идеальном порядке, чтобы это был единый механизм. Кроме этого, одной из задач я вижу, конечно, сбор статистической информации, потому что если мы не знаем, что у нас сейчас творится, мы не видим лица туриста, то очень тяжело двигаться дальше. Мы не знаем, сколько конкретно человек приезжает у нас из какого региона. Приезжают ли эти люди на 3 дня или на 5, или на 7, или на 14? В каком составе они приезжают? Какую сумму они тратят? Какие замечания они выдвигают по предоставляемому туристскому продукту? То есть еще одна из задач – это в обязательном порядке сделать нормальную статистику и нормальные маркетинговые исследования, чтобы мы понимали, действительно, портрет туриста, который к нам приезжает. Для чего? Для того, чтобы мы могли подстроиться под его потребности, чтобы мы предоставляли действительно туристам те услуги, которые им необходимы. Вот это тоже одна из таких задач, которая будет выполнена. Задача возложена как раз на деятельность Туристко-информационного центра, и в ближайший сезон они в обязательном порядке опросят более 5000 наших туристов. Вот как раз за горнолыжный сезон. И мы уже будем… Это достаточно эмпирическая выборка по количеству туристов. И мы уже будем знать, сколько туристов у нас прибыло из Москвы, сколько с Владивостока, сколько из Хабаровска. И мы будем иметь портрет туристов, которые приезжают сейчас. Вообще, по статистике, есть очень интересная методика. Мы сами потихоньку-потихоньку до нее доходим. Есть, знаете, взгляд изнутри и взгляд снаружи региона. То есть изнутри каким образом сахалинцы воспринимают вообще туристический потенциал Сахалинской области. А нужны ли им туристы или не нужны. А вообще, как они воспринимают туристическое развитие. Дальше взгляд тех людей, туристов, которые уже приехали сюда. То есть у них уже есть определенный портрет Сахалинской области. Они его уже составили. Они уже знают свои замечания какие-то и знают то, что им понравилось. И взгляд тех туристов, которые планируют сюда приехать, которые заинтересовались сахалином. По большому счету, это вот такой вектор, куда нам двигаться от одного к другому. Это тоже нужно обязательно учесть в статистике, обязательно этим руководствоваться. Это, по сути дела, посыл к действию. И, собственно, по туристам, процент иностранных туристов. Кто приезжает, сколько от общего количества и какие, главное, туристические объекты и маршруты им интересны. И, возможно, как это будет развиваться направление. Мы работаем, конечно, по увеличению количества туристов по въездному туризму. Это наших иностранных туристов. В сентябре этого года как раз вот то, что я уже, о чем я говорила, это прошел рекламный тур японских туроператоров сюда. Мы вообще хотим идти по данному алгоритму. То есть, во-первых, участие в выставке зарубежной. Дальше рекламный тур для туроператоров. В обязательном порядке с участием той компании, туроператора Сахалинского, которая будет впоследствии этих туристов принимать. И дальше мы уже обкатываем замечания по предоставляю туристскому продукту. И, собственно говоря, дальше у нас едут группы туристов. Вот по такому алгоритму мы хотим идти вообще по развитию взаимоотношений с иностранными туристами. Чем интересуется вообще, какое сейчас соотношение между туристами по внутреннему, туристами по въездному направлению? Иностранные туристы занимают порядка 20-15-20% от общего количества туристов в Сахалинской области. Кто? Японские туристы. Они предпочитают всевозможные экскурсии, связанные с памятниками эпохи Карафута. Вот одна из них – это экскурсия в город Корсаков, село Пригородное, где как раз расположены эти памятники. Расскажите, пожалуйста, о развитии спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Чего стоит ожидать туристам и посетителям? Этот сезон у нас должен начаться очень активно. Потому что, во-первых, у нас входят в эксплуатацию две новые канатные кресельные дороги, три новые трассы, которые будут интересны профессиональным лыжникам, горнолыжникам. И кроме этого, конечно, огромное внимание мы уделяем удобству для наших посетителей, качеству того продукта, который мы предоставляем. В первую очередь, с начала сезона будут в обязательном порядке запущены бесплатные шаттлы, бесплатные эскибасы, которые объединят близлежащие гостиницы, горный воздух и санаторий «Сенегорские минеральные воды». Почему здесь, в этой цепочке, есть санаторий «Сенегорские минеральные воды»? Мы решили, что, поскольку горный воздух пока не может предоставить некие спа-развлечения, спа-процедуры для туристов, то будет грамотно действительно объединить горнолыжный курорт с бальнеологическим курортом. И действительно, горнолыжники после проведения спусков, они могут сесть бесплатно на автобус, отправиться в санаторий «Сенегорские минеральные воды» и провести досуговую часть времени там, то есть воспользоваться спа-процедурами. Причем, в «Сенегорские минеральные воды» мы приготовили целый пакет для наших горнолыжников. Кроме того, как я уже сказала, что это будет бесплатный эскибас, который будет курсировать от гостиниц к горному воздуху. Кроме этого, для удобства наших посетителей создан сайт. Я надеюсь, он придется по вкусу и пришелся уже по вкусу. Самое главное, что есть на сайте, это возможность онлайн-бронирования и онлайн-покупки как эскибасов, так и гостиниц, туристского продукта, сувениров, то есть всех услуг, которые предоставляет горный воздух. Здесь же можно будет впоследствии забронировать горнолыжное оборудование. Если бы человек приехал без него, забронировать камеру хранения, мы хотим, чтобы все было удобно для наших посетителей. Кроме этого, огромное внимание, как я уже сказала, уделяется качеству предоставляемых услуг. В этом сезоне огромное количество волонтеров, 60 человек мы сейчас пригласили в эту работу. Они будут обслуживать наших туристов, чтобы действительно туристы не чувствовали себя там обделенно, чтобы можно было задать вопрос живому человеку по курорту, чтобы не было очередей в кассах, потому что одна из задач, конечно, волонтеров – это разводить туристов, чтобы не было скопления горнолыжников в одном месте. Поэтому я надеюсь, этот сезон мы пройдем очень успешно. Уже есть данные по началу сезона, по акции продажи сезонных эскибасов. И, собственно говоря, это очень хорошие результаты показывает. Поэтому мы надеемся, что действительно целый сезон мы пройдем вот так хорошо.